Происшествия на воде случаются чуть ли не каждый день. По сравнению с прошлым годом статистика удручающая. Пострадавших стало на 25% больше. Пренебрегали правилами безопасности и купались в необорудованных местах. Или оставили детей без присмотра. Это основные причины гибели на воде. По этому поводу сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решили искупаться на нетрезвую голову. 76% погибших с начала лета были в состоянии алкогольного опьянения. В прошлый четверг печальная история случилась на озере Изъяр в Чебоксарском районе. И спустя пару дней повторилась в Красночитайском. Группа молодых людей тоже продолжает ночь пьянцевать. В 4 часа утра один говорит, пойду искупаюсь. Пошел, на берегу только тапочки, больше ничего. Поехали спасатели следом, оказали место, достали. Ситуация осложняется еще и тем, что из-за коронавируса действует ряд ограничений. Сроки открытия пляжей не определены. Поэтому в жаркую погоду жители республики массово ринулись к местам неорганизованного отдыха, где отсутствуют спасательные посты. ЧП произошли в Новочебоксарске, Канажском и Урмарском районах. А наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Маргаушском районе. Там вода унесла жизни 9 человек. Было рекомендовано в сотрудниках полиции увеличить число рейдов в местах летнего отдыха и проводить беседы о правилах поведения на воде. Также выявлять нарушителей и составлять протоколы административных нарушений. Главам сельских поселений было рекомендовано усилить контроль на водоем со стороны общественности, а именно организовать отходы в водоемах, ближайшие в водоемах к населенным пунктам. Вы даже не информировали население, даже через свой официальный сайт. И главам администрации сельских поселений вы до сих пор только рекомендуете. И еще раз, соберите глав сельских поселений, лучше всего в том месте, где вы считаете идеально организованное место купания, и проведите практический семинар практику с главами сельских поселений. Как надо организовывать места купания, какие это преимущества дает, какие возможности дает. Если нужно, пригласите наших специалистов. Решением комиссии на озерах, прудах и реках увеличат количество рейдов. Под жесткий контроль возьмут неорганизованные места для купания, обозначив их запрещающими знаками. Каждый случай гибели на водных объектах будут анализировать и выяснять причины произошедшего. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.